Россия 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 Конечно, Василий Макарович Шукшин плоть от плоти, кровь от крови именно вот алтайских крестьян, русских алтайских крестьян, которые отчасти были переселенцами, отчасти старожилами. И, по-видимому, в его генотепе вот эти все черты дали такое, я бы сказал, удачное сочетание. Удачное сочетание, талант, он, как говорится, от Бога, естественно, но мы ведь толком не можем представить, что такое Бог. Я думаю, что как раз вот народ, частью которого он являлся, и наградил его этими качествами. И он по мере своих сил старался отражать именно вот чувства, стремления, мечты русского крестьянства, оказавшегося по воле судьбы на Алтае. Во второй половине XIX века, после отмены крепостного права, крестьяне России, обезземеленные в результате реформы или продавшие свои земельные наделы, имели возможность в поисках лучшей доли отправиться на окраины страны. Много было незанятых, свободных земель за Уралом в Сибири. Собирали ходоков и отправляли за каменный пояс разузнать, разведать, есть ли землица там, можно ли на них либо пашествовать. Выбирали от общества самых смелых, дотошных и мудрых, поживших на свете, крепких духом и телом стариков. Снимались крестьяне с насиженных мест и отправлялись хоть в разведанные, но неизвестные места. Короче, с месяца назад мне сон приснился, будто бы я отчитываюсь перед старыми-старыми мужиками, сидят все бородатые. И начали мне спрашивать про наши земли. До революции у нас было очень много земли, где эта земля? Это моя, мужик встает бородатый, где моя земля? Куда вы ее дели? Так забрали у нас, у нас никто и не спрашивал про нее, потому что мы в колхоз вступили. Ну и все, и короче говоря, потом спрашивают, начинают, а где, а почему вы распахали-то все? Почему вы распахали под самую деревню? Я говорю, так а у нас прям к самой речке пахали. Тыкву посели, она не выросла, но все равно спахали. Поднимаются, говорят, а где речка наша? Речка, пароходы заходили в центр села. Куда делась речка? Ну кричат, всыпать ему 25 плетей. Я говорю, за что? Так вы разбазарили нашу землю. А поднимается какой-то дед, говорит, да он не выдержит 25, хватит ему и 10. Ну меня на козла распяли, начали хлестать, и я проснулся в слезах весь. Вот такой сон дедовский. До Новониколаевска ехали медленно, долго, по железной дороге. От Новониколаевска ехали по оби, на пароходах, лодках. Причаливали к берегу у больших и малых поселений. Везде нас встречали враждебно настроенные местными властями сибиряки. Они отказывались продавать хлеб, сало. В селах переселенцев не принимали. Требовали плату за каждую душу и четверть водки на угощение общества. За прописку в некоторых сельских общинах брали до 70-100 рублей. В 1908 году в Новониколаевске была эпидемия. Стали спешно отправлять переселенцев. Добравшись до Алтая, переселенцы обязаны были регистрироваться в Барнауле, становясь одворенными. На них окладывался оброк 6 рублей в доход царя. Назывались они «Шестой номер», по номеру списка, в котором регистрировались безземельные. Шукшин будет всегда актуален. Шукшин актуален. И вот этот самый бессмертный, можно сказать, лозунг «Земля и воля». Действительно, народ мечтает, конечно, не просто о свободе, а о свободном труде. О свободном творческом труде, чтобы ему никто не мешал. Желательно. Имеется в виду, конечно, чиновники. Чиновники всегда выдают себя за благодетелей. Вот они деньги выделят и так далее. На самом деле, предприимчивые, талантливые, творческие люди, они скорее шарахаются от чиновнической опеки. Лучше оставьте нас в покое, мы все сделаем сами. И действительно, там, где более-менее, ну, относительная, конечно, свобода, там всегда русский человек проявляет себя во всю ши. А талантов у нашего народа хоть отбавляй. Как говорится, Бог нас не обидел. Я вот сопоставляю, как крестьяне жили до революции и сейчас. Крестьяне до революции жили гораздо лучше, чем мы сейчас живем, понимаете? Гораздо лучше, потому что почти у каждого крестьянина было припрятано золотишко, понимаете? Почти у многих крестьян, у зажиточных было припрятано это золото. А сейчас я бы, знаете, все время говорю, я бы хотел пожить лет 150 назад здесь, в деревне моей. Лет 150 назад, чтобы ни революции не увидеть, пожить, посмотреть с моим степерешним, что в голове есть, допустим. Посмотрите, у многих огороды пустые. Все семечки покупают в магазине. И беги, 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 беги. Семечки в магазине покупают, понимаете? Потому что сами не хотят. Народ обленился в основной своей массе. Хотя есть еще приличное количество достойных людей, которые работают. Вы сейчас не найдете в деревне ни одного человека, который бы сделал колесо. Тережное обыкновенное колесо, привет. Не найдете в деревне, я не знаю, в какой деревне найдете, нет. Он, самопрялки, сами делали мужики, понимаете? Мельницу сами делали. Все делали своими руками. Бывает летом пора. Полынь пахнет так, что сдурить можно. Особенно почему-то ночами. Луна светит, тихо. Неспокойно на душе. Томительно. И думается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи вольно, дерзко, сладко. Это даже не думается, что-то другое. Чудится. Ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огорода в лопухах. Сердце замирает от необъяснимой тайной радости. Жалко, мало у нас в жизни таких ночей. Они помнятся. Недопетая песня. Мне очень нравится эта песня. Слова этой песни. Они человечные. Калина красная. Калина вызрела. Что-то в этом есть. Готовая жить, радоваться. А чего-то не случилось. Чего-то не случилось. В данном случае песня не спелась. Но это опять к судьбе, к той тяжелой, о которой и велся рассказ. Вот так вот. Калина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У моей бабушки была Катерина, она старуха была, я помню, в 65 лет баню сама срубила. Сама в 65 лет срубила, понимаете? А муж у нее, дядя Алексей, он двоюродный дед получается, он, значит, ростом маленький был, ну и, короче говоря, и будкал ее. Она, так где-то вот ростом была, и у ней рука в кистье, шире, чем у меня кулак была. Вот он на стул становится и начинает ей поливать. А она молчит. А потом, значит, на мельницу поехала она, а было на мельнице завозно. Ну, значит, народу много. Народу множено было, значит, ну и решили мужики бороться на поясках, то есть садились друг к другу нога к ноге, и кто кого перекинет через себя на поясках. Ну, победил всех мужик здоровенный, рыжая бородища такая, значит, все. Ну, и, короче, говорит, а можно я с тобой побороюсь? Он ей говорит, ты что, баба, очумела? Вот. Ну, давай поборюсь я с тобой. Он говорит, если я тебе поборю, то я завяжу тебе это, юбку на голове и вожжами выпарю. Договорились. Сели, он не успел моргнуть глазами, как она уже через себя перекинула. Ей потом баба спрашивает, Катерина, как же это, Алексей-то тебя бьет. Вот. Муж, муж, это богом дан. Понимаете? Вот мысль какая была. Муж богом дан, понимаете? Вот. Жили, у них тоже, значит, сколько ребятишек, человек шесть, наверное, было. Длинная ниже колен рубаха старика ослепительно белела под луной. Он шел медленно, вытирал широким рукавом глаза. Мне его было хорошо видно. Он сел неподалеку, я прислушался. Ничего, сейчас маленько уймусь, мирно побеседуем, тихо говорил старик, и все не мог унять слезы. Третий день маюсь, не знаю, куда себя деть. Руки опустились. Хошь, что делать? Вот как. Помаленько он успокоился. Шибко-горько-поросковья, по что напоследок ничего не сказала. Обиду, что ли, затаила какую? Сказала бы и то легче, а то думай теперь. Ну, обмыли тебя, нарядили, все как у добрых людей. Кум Сергей гроб сколотил. Поплакали. Народу, правда, не шибко много было. Кучью варили. А положили тебя с краешку, возле Додовной. Место хорошее, сухое. Я и себе там приглядел. Не знаю, вот что теперь одному-то делать. Может уж заколотить избенку, да к Сергею уехать. Опасно. Он сам ничего бы, да бабенка-то у него, сама знаешь. И сказать не скажет, а кусок в горле застрянет. Вот беда-то. Чего посоветуешь? Молчание. По любви, навряд ли, что ошибка удавалась. По любви, обычно, отец с матерью говорили, вот эта Танька или Манька, посмотри, она как работящая. Самое главное, мирила, чтобы она была работящая, здоровая, чтобы она детей здоровых рождала. Ее берем. Да ну, тятенька, я же это, другую люблю. Стерпится, слюбится. И жили, и разводов не было. Проходило какое-то время, рождался ребенок, кровь мешалась. И появлялась и любовь, понимаете? И та любовь, может, и забывалась первая. Вот так примерно и жили. Это помешало нам эпоху великих потрясений, конечно, революции, гражданская война, все перемолола. Дальше коллективизация пресловутая. И война, конечно. Вот все эти бедствия свалились на нас, как, знаете, ну, я не знаю, ни один народ же так не пострадал в 20 веке. Вот отсюда и потери. А главное, что больше всего вызывает возмущение, что власть-то она людей не считала вообще ценностью. Более зажиточные, да не только более зажиточные, нормальные, разумные люди, которые, значит, понимали, что только порядок должен быть. Вот. Они, понятно, шли за белых, понимаете. А вот основная масса голодьбы, середняки, как это говорили, подключили все к красным. Потому что сказано было все. Дадут все. Вот. Что работать со временем, может, даже не надо будет. Вот. Дадут все. Вот. Господа теперь. Был же... У меня теща покойница Царства и Небесного. Не, ей нельзя, она не криченая. Она говорила, в город приехали они с деревни. Она говорила, мы теперь побарствуем, хоть поздно вы приехали в город-то. Мы хоть бы побарствовали. То есть барствование-то и ничего не делание, лежание на диване, понимаете. Вот. Село наше большое. Я родился в 1929 году в Мордве. Уже колхозы были. Отец с матерью были колхозниками. В 1933 году отца взяли. Сказали, хотел, сволочь, такое восстание подымать. Еще многих взяли из деревни. Больше мы их никогда не видели. Все они в 1957 году полностью реабилитированы за отсутствием состава преступления. Остались мы с мамой, мне три с лишним года, Наташке сестре семь месяцев, маме 22. Нас хотели выгнать из избы. Пришли двое. Вытряхиваетесь. Мы были молоды и не поняли серьезность момента. Кроме того, нам некуда было идти. Мама наотрез отказалась вытряхиваться. Мы с Наташкой промолчали. Один вынул из кармана наган и опять сказал, чтобы мы вытряхивались. Тогда мама взяла в руки безмен и стала на пороге. И сказала, иди, иди. Как дам безменам по башке, куда твой наган надевается? И не пустила. Ушли. А мама потом говорила, я знала, что он не станет стрелять, что он дурак что ли. Прожито 30 лет. Точно песню пропел. И пропел, кажется, неважно. Жалко. Песня была хорошая. Ну, сегодня мы еще, я и еще трое моих, это, односельчан ездили в Калманку, в храм Михаила Архангела. Сегодня мы, значит, в этот праздник, замечательный день рождения Святой Богородицы Девы Марии и день Куликовской битвы, вот, мы съездили в церковь, помолились. О наших предков, о силе нашей страны, чтобы мы никогда никому не поддавались, вот. И нас все равно ведь не сломать. Как бы нам плохо не было, но нас-то не сломать. Вот. Я все время говорю, что это, мы все равно победим. Всех. Вот. Вот. Приехали, исповедовались, причастились, на душе благодать Божья. День вроде бы неплохой, солнечный. Слава Богу. Вот. Все. Ну, спасибо. Фамилия вы сказали. Сказал. Крестьянское переселение на Алтай официально было разрешено в 1865 году. На его территорию прибыло около 700 тысяч человек из шести десятков губерний Российской империи. Особой вехой в развитии Алтайского округа стали Столыпинские переселения. Этот процесс способствовал более широкому вовлечению сибирского региона в общероссийские экономические и социокультурные процессы. Появилось много новых населенных пунктов, где в труднейших природных условиях возникали новые методы и приемы организации хозяйственной жизни. Отрасли производства, которые прославили наш край далеко за его пределами. Ну, как дела, Васюха? Ничего. Жиму-то не обижаешь? Ее обидит. Не надо же обижать. А твои как? Слушай, Кай, как ты думаешь, это хорошо, что мы живем. Может, уж лучше было не родиться. Так ведь нас же не спрашивают. Тоже верно. Ну, пойдем все идти. Ты сказал, чего? Я пою. Чего-чего? Пою, оглох. О, лам. О. 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 Продолжение следует...